Пока готовится еда, расскажу, как мы решили основную проблему, которая возникает на отдыхе. Это как помыться, как помыть посуду и как сходить в туалет. Дима купил спортмастере вот такую палатку-душ. Дима, это прямо и называется палатка-душ? Вот смотрите, вот Вентер, кабин, ну да, собирается она немножко геморно, мы ее когда-то быстро собирали, а здесь получилось сложновато. Такие вот моменты, но сразу скажу, мы не пожалели, единственное что, все, что куплено спортмастере и вот эти все колышки туристические, ребята, это такая шляпа. Дима привязал мешки с насыпанным песком и получилась вот такая вот, да, хорошая растяжка, то есть никуда ничего не унесло. Даже помогло вот этот вот ветер, да, сильный в Азове выставить. Сейчас покажу, что здесь и как. В общем, вот эта штучка, мы довольны. Стоит на 3000, минус-бонус от спортмастера, она нам обошлась в 200. Потом, такая 40-литровая канистра, в ней электрический душ и вот такой биотуалет, то есть там внутри кассета, две жидкости заливаются. В общем, ребят, считайте, как дома, запаха нет никакого. Кармашек для мыльно-рыльных. Мыться удобно, то есть вот смотрите, я стою, да, вот моя рука на этом уровне. И здесь вот еще сколько места. Здесь подвешен кемпинговый фонарь для того, чтобы вечером можно было делать все дела. Электрическому душу, кстати, нашему уже, по-моему, года три. Мы его еще в прошлом году с собой брали, очень удобно. Ребятишки с моря когда, да, чтобы в машину, даже не только в море, вообще куда-то речка какая-то, песок. То есть он всегда уйдет в машину, в любой тазик с водой кинул. Но он не греет, ребята, он только воду гоняет. Сейчас покажу. Покупали мы его в районе двух тысяч, и вот уже третье лето он с нами. Вот в такой бочке у нас вода. Отдельно водоснабжение, как у нас налажено, что Дима, это он сам расскажет. Биотуалет, нужно открывать, показывать не буду. Обычный биотуалет покупался в Обе, тоже несколько лет назад. Все адекватно, все нормально живет. Дима сделал вот такой деревянный поддон, чтобы ни на коврике, ни на голой земле стоять. Можно было комфортно мыться, там, без обуви, либо в сланцах легких каких-то. Вот такое вкуснительное семейство на завтрак. Засыпала зеленушку, но реально готовила минут пять. Пока ходила, вам показывала, снимала, но все это приготовилось. Так что семейство приятного аппетита. До следующего включения. Не могу не похвалить свою помощницу. Икеевскую сковородку грилла очень на меня сейчас выручает. То есть вот, да, Диме с Надей сделала отдельно. У меня сырники, хлебушек цельнозерновой, у мелкой два кусочка колбаски. Нашла, кстати, хорошую колбасу, но не в Крыму. Покупали мы ее в Анапе. На южном рынке магазин нашла. Вот так выглядит. Я, конечно, не любитель таких вещей. Дома стараюсь, чтобы это по минимуму использовалось. Но, блин, ребята, в походной жизни не до сильного пендрежу. Главное, чтобы павл был хороший. Чем павл понравился? Смотрите, категория А. Слинина, говядина, вода. Посылочная смесь, молоко, сахар, стабилизатор, усилитель вкус, аромат. Я только однозамещенный глютомат. Все. Пряности, мускатный орех. Уделили, конечно, чтобы глютомата не было и перфосфатов не было. Но такого состава я там найти не смогла. Это вот такой максимальный. У них же купила сырники без сахара. Есть сахаром, есть без сахара. На рисовой муке есть цельнозерновой. Марка называется «Белый медведь». Коробочка улетела, к сожалению. Вот тоже понравились. Для меня, как бы, да, для человека, который не ест сахаром, ну, прям спасение оптимально получилось. А сковородкой, чем довольна, одной сковороде можно сразу несколько плюс сделать. То есть не надо лишнюю посуду с собой будет волочить. Смотрите, кто... Он даже это крылья не заворачивает. Кто к нам прилетел? Абах! Ты фиг, что ли? Дайте снять люди. Мы сейчас его выпустим. Или он нас сожрет. Ну что, вот оно, Евпаторийское море. Это там молочное. А вот, как раз такой трейлер проехал. Это за озерка кораблик. Чтобы было понимание, да, где мы встали. Вот лагерь. Дима ставит еще одно шатер. Там же газелька. От деревьев тенек. Латерочек. Но дети вообще реально раздоливали, в отличие от Азовского моря. Потому что на озор, ребята... Ну, не знаю, что можно делать на озор. И за грязью люди приезжают. Несколько дней стоят и уезжают. Серебряки нет. Мне прохладно. Гусь уже плавает. Но этот гусь может плавать везде. Так, Ален, я без защиты. Нет, не брызгай на меня. Мы это место обнаружили в прошлом году, когда у нас был неудачный опыт поездки в Крым. Именно за озерку съемное жилье. И вот мы сюда приезжали плавать. Дети здесь купались. Нам здесь очень понравилось. И вчера мы решили, что... Либо мы здесь устанавливались, потому что больше мы никаких нормальных мест не нашли. Либо мы уезжаем в Анапу, Животель. Ну, срослось. Ночь перенесли очень хорошо. Все понравилось, комфортно. Интернет влога 4G. И я сейчас, пока Лёха плавает, буду работать. Да, Лёнь? Да. Вода не холодная? Нормальная. Нормальная. Хочу немножко вас подразнить, показать море. А вообще, мне очень понравился такой способ работы. Смотрите, то есть все в телефоне, да. Вся связь с клиентами. Особенно то, что касаемо Сайверин Велмасс, это все гораздо проще. Икея тоже самое. Блокнот, карандаш, бутылка воды. Дети плещутся. Мать работает в кресле. Параллельно на ногах еще и круги висят. Вот. Поэтому, ребят, ну, согласитесь, такой способ работы более комфортный, чем в офисе, чем дома, где-нибудь. Поэтому я всем желаю, чтобы у всех была такая удаленная работа, которая бы приносила хороший доход и кормила всю вашу семью. Была возможность просто выехать туда, куда вы хотите. Но это, кстати, нам смогло дать только сибирское здоровье Сайверин Велмасс. А 11 июля, суббота. Выпуск продолжается. Дима даже дату не знает. Утро. А на выпуске не нужно это надо. Она здесь только мешает отдыхать. Так, а ведь работает, да? Вчера очень много приехало меня на этот пляж. Музыка, гам, тарарам. Поэтому, если хотите занять жирные места, красивые, мощные дерева, где под дольцем деревом можно. Приезжайте сюда в будние. В выходные, в выходные делать ничего не найдете. Если вы не сможете закрывать солнце. Встречаем утро. Мы на пляжу. Сегодня вытащили меня. Я так обычно сплю до часика в десяти. Но мне сказали, рекомендовали посетить утром пляж. Да? Вот это товарищ рекомендовал, да? А, вот. Легко, главное. Я сидел вечером, кайфовал до часу ночи под звездами. Эти мадамы уже спали. Поэтому они встали раньше меня и вытянули на пляж. Папа сейчас будет тут досыпать. Я буду? Ты сам пошел. Сам пошел. Даже стою. Он не будет, что я стою стоять как-то. Досыпай. Друзья, привет! Пока мы приедем чистить, я как-то навожу порядок. Ребятишки тоже дрыхнут по машине. И немножко расскажу то, что я бы учла в следующий раз. И рекомендовала бы вам учесть. Я сейчас мою посуду. Вот так бывает резкий паров ветра, и все полетело к фигам. Это минусы дикого туристического отдыха. В общем, что хотела рассказать. Я взяла большой контейнер, сама подмечу посуду, крышку, соответственно. Мне не хватает сейчас маленького тазика, куда можно было бы замочить тарелки, сковородки и так далее. То есть в следующий раз я бы сделала по-другому. Я бы взяла еще пару небольших контейнеров, куда можно было бы замачивать. Да, посуду поели, вода есть, туда замочили, и потом просто ее сполоснули. Здесь, получается, у меня посуда копилась в течение дня предыдущего дня. Да, закрытый, мухи, ничего, никто не залетал, все нормально. Но теперь я это все отмываю. Ну, с учетом того, что еще ветер так... И у него теперь мыть надо заново. Дима пока говорит еще... Смотрите, сколько людей приехало. Мы когда приехали, был лагерь за нами, вот здесь в серединке, и все, все остальное было просто. Здесь сейчас все. Ну, здесь очень много мест приезжает. С украинскими номерами, с украинскими номерами. Там вот тоже, смотрите, люди, 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 люди. То есть, такой вот уединенности и тишины уже шиш найдешь. Так? Да, вово, вово, вово. Так у меня не видно. Нет, вот теперь заворачиваемся, главное не солнце. Друзья, привет, точнее уже добрый вечер. Дима, сколько времени? Часов, наверное, 9, да? 8 часов 0. 8.00. 4.3, Юрьевич. Опять ты крива. Ну вот. Во, во, вот, 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 сейчас, да я подойду. Учимся делать горизонт. Вот, вот теперь вот так вот. В общем, что хотим рассказать? хотим рассказать про наш лагерь внутри не покажем там пока бар да ты раз я умею рассказывать стандартный ролик умеешь хорошо снимать поэтому в общем ребят мы хотим показать наш лагерь и показать место где мы покажем тут окрестность ребят вот давайте сразу в горизонте сделаем 1 2 3 4 очень много очень грубкой музыки но мы сейчас свою включим у нас очень громкая музыка мы сейчас добавим S'кварит немножко в этот пляж продолжаем вот микроавтобус подъехал и много-много-много-много-много-много-много-много но огромного-много-много-много-много-много-много- 직접 со столами из тули не вот мы находимся пози 20 метakes между за зерном и молочко и молочно с озерка молочные посередине есть там такое как раз между рекой какая река черное море да и тут соляное озеро засохшие правда половину пусть ползут в общем давайте теперь я буду тебе показывать вот этот ребята вы увидите чуть позже что там и как и я пока раскрывать всю тайну не буду наш пепелац здесь у нас все здесь у нас техничка там у нас спальня отек соленый но дима специально газель покупал такой чтобы можно было в ней можно было ездить и спать мы когда раскладываем сиденье у нас получается спальня так давай начнем с тентов наш шатров ты рассказывал про них два шатра покупались спорт мастере стоимость 7000 ну да 8000 размер 315 до 315 высота 215 30 процентов давно это не секрет что в интернете можно найти баллы и списать ребята гуглите если хотите купить дешево вот такая система мы установили не на колышки а на мешки с песком почему это сделано потому что это было на системы проверено на чакраке при штормом ну может быть до порыва были больше палатки держались в горной местности таким палатками нельзя я выкладывала stories и мне сразу клиентка наша машина писала не каждый год ездит в горы на гортой с вашими палатками в горах вас в первую ночь мяч с нами мне кажется даже и только палатку и на то есть это вот для таких равнин дима по периметру присыпал песком расскажу если вы купите она называется шатер тент покажу название вот она если вы расстелите в ровном поле этот шатер и закройте все стороны он будет равносилен теплица вы там минуты не сможете находиться при жаре 20 если вы докупите палатки недорогой ты размером 6 на 6 в озоне на тысячу он двухцветный сверху серебристый цвет снизу зеленый если вы выберете более светлый свет начнем будет более отражаться почему на один год он от ваших порывов ветра особенно это на море на море он рвется так как очень тоненький у нас есть второй тент его покупал он более дорогой но более плотный мы его пустили на пол посмотрите что случилось от чак рака вот этот каркас жесткость якобы прошитая вот ткань вот эта штука вот там ну про прочные полипропиленовые не знаю пластиковые нити ее вырвало представьте что было до какой ветрище но палатки выжили кстати вот не вот этот вот этот каркас он весь целый поэтому если вы хотите чтобы в палатке было более менее комфортно находиться вам сверху обязательно рекомендую накрывать тентом тогда у вас будет комфортно пойдем про мусор скажем чтобы пойдем про мусор не свинечили вот смотрите вот та кучка мусора у нас скопилось за три дня но при этом друзья мои многие отдыхающие мусор просто звенять вот как иди есть там оставляют и представьте если каждый человек каждая семья будет оставлять после этого после отдыха вот такие кучи что будет с пляжем что будет с берегом она и есть местами вот она в большей степени да вот лучше более-менее там пакетик лежит 2 пакетик но может и ветра выдрыл до не стали заморачиваться а вот где люди разворачивают лагерь от ближе к соляному озору где нет лагеря я даже боюсь что там происходит там очень много мусора пластика салфеток ну и жизнедеятельность человека обязательно присутствует там также жизнедеятельность не так страшно потому что это органика мы мусор весь упакуем и отвезем до ближайшей помойки обязательно сейчас в озерное заедем там я знаю как по прошлому году я знаю где эта помоечка мы выкинем на чакраке мы были когда мы с самого озера выехали и в курортном при въезде в поселок стоит кстати ребята очень оригинальное решение у нас по саранску пластиковые контейнеры для мусора но мне кажется это мне кажется уже в каждом городе то есть в керчи они желтого и зеленого цвета очень веселый цвет рекомендую кто занимается этой штукой да ну возьмите из черного контейнера сделайте синий зеленый красный очень прикольно и гордо какая-то яркое пятнышко в городе более интереса стану ваши шашлыки жарить да мы сейчас будем жарить шашлыки и вот что так как у нас местонахождение нас в степи и рубить дерево мы не хотим и не будем а лесов как в керчи не очень много мы с собой взяли много-много мешков не яблоньки а сухой вишни да это вишни да дед он дед у нас по в смольном порубил сушняк вишни ну чтобы не пропадал добро я взял энное количество мешков с собой так как у меня багажник большой позволяет это сделать ну да это тоже бывает где был то так теперь уже до завтра будем завтра обозревать что у меня в борту что и как буду рассказывать очень интересно для тех кто собирается в отдых технически оснащенным понятно наступил новый день нашего отдыха и наступил тот день когда мы вам покажем ром тур временного жилища и кстати завтра мы уже стартуем в цивилизованные условия но мы это им дом и это не планировали мы решили разбить отдых пополам половина вот таким образом половину гостиницы начинай хозяйка как мы это сделаем так здесь у нас ватер-клозет я показывал в принципе просто не знаю дима ставим не ставим название вот такое вот такая вот палатка и спорт мастера покупали стоит на 3000 ну минус соответственно бонусом принципе она выжила она выжила что здесь она спокойно совершенно выжила дать я в полную даже видим полнородность тоже умещается место здесь дофига кармашек под мыльно-рыльный мыть вполне удобно тут у нас кемпинговый туалет со всякими жидкостями в общем тут не пахнет и димина умелость в плане небольшой хэнд мэйт да потому что иначе просто ныть он еще и даже не шкурил чтобы не дай бог девочки ножки это было предназначено того чтобы когда-то моешься песок не приставок ногам и был ровно поверхность для туалета снаружи мы вчера показывали и готовить теперь внутри теперь внутри значит смотрите во первых палат все четыре стенки это вот такой вот на таких хвостиках тоже кстати все хорошо выжила того что когда назови штормела но я отмечу то минус вот этих липучек было бы было бы на молнии вот у 2 вот эта часть на молнии был вообще огонь цены бы не было потому что когда натягиваешь то это сюда уже не прилипает ты же растяжка это дело и вот такая вот вот эта часть то есть она подгибается под резинку эти фактически может делать и ни одна живость не пройдет электро песочком подсыпают как бы вы не закрывались это будет всегда вот так мы сначала планирую чтобы выходить босиком его нет то есть это вот все был поселен тент и киевский коврик все время мусор теныш мелкий взяли ставку с собой стол лимон думали он останется у нас живых его хватит еще для съемок увы нет этот лимон был закуплен для съемок можете заметить где-то где в восемнадцатом году когда мы делали обзор на определенные товары этот стол участвовал в съемках то есть вот обдирание еще из минусов отмечу когда берешь один длинный стол это неудобно то здесь я готовлю он лег и здесь же параллельно смотрит мультики ну как бы неудобняк поэтому в идеале если мы следующий раз решим точно таким же образом ехать я возьму с собой два стола пусть поменьше на 2 стола потому что иначе вечно получается вот сами видите это еще мы для обзора прибрались наша кучка могучка здоровья пьем не переставая вот это почему любим и рацион потому что морская вода грязь ну как бы мы не старались санитарные условия соблюдать анти санитарей все равно присутствует так как дома вы не промойте никогда это просто нереально поэтому защита по всем фронтам чтобы все были в идеальном здоровье и ни у кого кстати не животами не носами не прочим то есть все в идеале неудобно снимать на маленькую я уже от вы кстати давайте отмечу сразу наш вечерний свет изначально лампа была куплена в туалет у нас она удачно перегорел через определенное количество времени я эту лампу не стал выкидывать на падеже не стал выкидывать и прикупил и роман обычный сам дешевую светодиодную ленту наклеил пропаял и она работает от аккумулятора у нас хороший вечерний свет будем вставлять не будем но посмотрим светит очень хорошо практически как дома очень светло есть крючки для освещения кстати вот здесь все это дело проклеено прорезиненной ткани если будет дождик соответственно все это будет сухо но нас дождь милого о чем говорили стенки у палаток с четырех сторон одинаково открывается 2 2 мухи дом и киевская раскладушка дима и оценил ну да то который за 3000 потому что единственное место на котором дима пропит более-менее потише и так пугает окружающих я храняю жилища а смотрите ну это я думаю девочкам пригодится взяла вот такие контейнеры сама три штуки можно принципе было побольше отдельно все разложено посуда отдельно какие-то овощи которые например не требуют температурного хранения отдельно легкие на игрушки отдельно чтобы вот это все вот так не валялась кучами везде очень удобно ребята погрузил кучей закрыл уехал конечно не хватило 2 ковра мы рассчитывали что у нас отдельно будет отдельно коврик не подрассчитали это дело тут он может тамбур прихожка такой взгляд таинственный пришли все святая святых наша техничка вообще это газель на которой мы за заказами ездим то есть вот и этого вот этого здесь ничего нет это хендмейт папин два дня строгал пилил делал конструкцию кстати очень удобно дима сделал вот такой вот ящик здесь у него сложен был уголь все дрова какие-то технические инструменты и сверху столешница ленмон закрыта внутренней стороной здесь хранится генератор вот он почему именно этот выбор я расскажу да давай нужно долго не расскажешь не давать это присяду начнем с деревяшек так как в крыму не особо хорошо обстоит дела с деревьями и мы не стали мы тоже скажу зачем купить природа если у нас в смольном есть свои же доски свои опилки свои приемы вот нишу ну правда уже осталось чуть-чуть тут мы кстати уголь даже кстати и не и не трогали мы шутки жарили все равно на вишняки ну ничего страшного они со временем все равно куда-то денутся вот это я специально сделал нишу под деревяшки скажу скажу заморочился да дурачок хотя очень кстати помогло и без угроби деревяшек то делать нечего вот наше водоснабжение было куплено две бочки по 230 литров воды для нужды наших нужд такси едет интересно какой тут адрес не знаю Зазерная Зазерная да вот в кубе мы с собой взяли 500 литров воды нам этого грубо на неделю хватило то есть если оставаться еще на одну неделю нужно где-то запас воды делать да ну это жирненько конечно ну я рассчитал рассчитывал но мы хотели с компанией ехать 40 литров в день не хватает что-то помывки детей сполоснуть после моря просто сполоснуть без мыла помыть посуду почистить зубы 40 литров уходит это без мытья без мытья с мылом без мытья головы просто сполоснуться ну вот сегодня мы будем капитально мыться перед тем как в люди выезжать потому что мы соответственно вне цивилизации и тут воду мы экономим как в Африке вода она очень для нас ценна и это удаст целая бочка сегодня мы ее тратим и это практически у нас уже на нуле бочки бочки мы вот у меня и куплен был как называется компресс компресса не компресса забыл как называется ну короче воду качает и через шланги из бочки а помпа 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 точно газельская помпа за 1100 рублей была куплена и она качает у нас воду из бочки по шлангу и в контейнер работает также 12 вольт потому что тут крышечка такая маленькая и туда не залезешь у нас есть также холодильник был специально куплен на 63 литра в обычном магазине не кемперный обычный с маленькой морозилочкой ну такие съемные квартиры в общежитии берут студии ну в офисы квартиры да энергопотребление наше будет такое было рассчитано на 24 часа использование холодильника ежедневно использование холодильника нужно необходимо 120 ампер часов и было для этого куплено два аккумулятора специально под 60 ампер автомобильных соединены между собой и идет на преобразователь 12 на 220 вольт и соответственно и уже идет уже на холодильник тому машину прорезу сами застряла мы все отливклись и уже идет потребление с 12 на 220 через преобразователь на холодильник а чтобы аккумулятор зарядить необходимо четыре часа погонять вот этим бензиновым генератором каждый на четыре часа генератор чтобы зарядить эти аккумуляторы а этот зарядник аккумулятор у меня 2 сложены уже в коробку так что мы уже собираемся я только за это подзаряжу еще один запасной резервный а так у меня два таких аккумуляторных зарядника и на каждый аккумулятор я заряжаю по четыре часа холодильник практически не выключался был хорошо нишу 2 ну вот у тебя в который аккумулятор но три у меня два аккумулятора основных по 60 ампер часов в итоге получать суммарно 120 это потребление холодильника ну как без без перебойной потребления энергии холодильника хватает 120 миллиампер часов и 155 в случае запаса чего-либо может что-то где-то что-то кредит закончится нам что-то надо резко зарядить и вторую меня инвертор также в запасе идет на киловатт это нам телефоны заряжить компьютеры и так далее он как бы вот так отдельно вот так поставлю эту систему у меня для зарядки мобильных систем а это для холодильника чисто холодильник больше я принципе не подпитывал больше ничего и зарядников это у нас аккумулятор для подсветки света цвет скутер но он сейчас у нас работает на подсветку почему потому что она под бочку под бочку под контейнер сама да 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 высота как раз вот эта часть под контейнер со было верхняя часть под подписи подписка подписка да сейчас я покажу вот эту часть у меня я вымерял с запасиком под бумажные а этот я под пластик а это ниш уже по все остальное да вешалку мы скал ходили очень-очень колхозно но работает я наверно когда приеду обратно на родину будут два дня опять все это разбирать аккуратно потому что дед у меня уже покушается на это села чтобы сарайчик поставить теперь его надо как-то придумать аккуратно отсюда его извлечь да если попадет в систему воздух то компрессор уже начинает плохо качать приходится все выключать и продувать ну не продувать а выгонять воздух это небольшая мазоборота хоть и экраны поставил с двух сторон перед и после чтобы система была замкнута но все равно откуда берется в воздух я так и понять не могу но система работает вот вашего такая у нас техничка здесь все а почему все я на всякий случай потому что газель корова такая она даже на асфальте застрять может я сделал вытаскивать не буду не хочу сэнд траки называется погуглите кому не интересно это специальная платформа если машина у меня застряла я под колесо вставляю вот эту платформу и из нее выезжаю но по-моему нам не давно нужно было сделать гугли называется сэнд трак мой зимой застревали и в грязь застревали с газели груженные тайны пойми когда газель груженую давали шут 500 литров воды мы по моему где-то у нас на тонна тонну 200 было грузом всего полностью машин груженные ехал и если это скотина застрянет корова вот в этих песках вы даже весь пляж соберете мужиков и и не вытащить она тяжелая ну это я наверно надо подумать во первых куда их положить там некуда спрятать пошли покажем что требовала в палатку спал дима и надя мы с мелкой спали но если у вас остались вопросы по этой части задавайте комментариях отвечу а кстати генератор на у нас идет на полтора киловатта уже заняли уже то ли турист уже заняли вот удобное наш второе это считается у нас вип-место вот тут татьяна полна у нас самолой спит вот это сиденье у нас пинка она на самом деле специально такую газель покупали на случай что можно было она прокидывается и получается такое большое спальное место да да можно чуть-чуть даже встать немножечко у меня мечта еще вот и вот это сидение сделать разворотные как бы капитанские кресла сделать от водительского и И от этих нужно специальное шарнирное крепление купить. И они будут разворачиваться к лобовому стекле спинками. И можно сюда сделать уже большой имдовной матрас. И можно уже в большем количестве людей отдыхать. Но это все со временем. Ну, если не автодом. Ну, мы, наверное, не автодом, а прицепчик. Скорее всего, да? Сколько у тебя по времени ушло? А я считаю, что 16 минут. В принципе, все, наверное. Вроде все показали. О чем пожалели? Да, в принципе, ни о чем, наверное. Попробовали. Ну, надо нам, надо. Пойдем в тенек лучше. Пойдем. Пойдем, там ветерочек прекрасный. Мой ножка чешет. И расскажем первые наши ощущения дикого отдыха. Ну, давайте теперь расскажем наши первые впечатления. Половина отдыха. Ну, сначала вообще, честно, не понимали, что делать. Дима собирает палатки. Мы как две казы с Надькой вокруг не выходим. Да, да, да. Потому что, блин, извиняйте, у нас нет опыта от слова совсем. Ну, понимаете, я тоже не спецтурист. Я тоже все первое сделал. Ну, в общем, благо у папы истерики не было. А поехали вообще для чего? Наверное, себя проверить, да? Силу характера сможем мы вообще таким макаром жить? Потому что все-таки это не приехать, как вот, да, местные вот приехали на день. Утром приехали. Не надо, они, большинство сюда приезжают с Симферополя, с Евпатория, я как понимаю. Ну, с ближайших городов, где нет моря. Ну, Евпатория-то есть море. Ну, Евпатория, но тут место хорошее. Ну, на сутки они приезжают сюда. Местные приезжают сюда на сутки, а кто подальше, приезжают на выходные. В пятницу вечером они выезжают, я так понял. И в воскресенье уже свалю. Почему у нас такого нет? Я завидую белой завистью. То, что с их морем. А то у нас есть речка. Вот, силу характера проверили, посмотрели, на что способны. Едем дальше. Завтра мы вам покажем небольшой отрезок. Будете в Анапу. В Анапу. И дальше будете вы с нами посещать интересные места, наверное. Мы еще не прощаемся.